МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем рассказ о мейн-кунах. И с большим удовольствием, и по вашим просьбам, дорогие зрители программы Гавстори. Дело в том, что после репортажа о многочисленных пушистых питомцах Ирины Малковой у многих проснулся интерес к этой удивительной породе кошачьих. А потому мы снова отправляемся в небольшой дачный дом, который полностью отдан в распоряжение хвостатых и усатых. Пробираемся через стадо и идем вот сюда, где совсем малявочки. Здесь у нас родовая. Смотрите, здесь они рожают, и здесь они воспитывают своих детей. Сколько уже дней? Дней мало, всего 4 дня. Но развиваются они достаточно хорошо, видите? Уже такие маленькие пушистые комочки, крупненькие. Можете не бояться, можете потрогать зять. Да куда уж тут бояться? Это главное, знаете, от избытка мимимишности не захлебнуться, потому что красота-то редкостная. Посмотрите, присосался к груди. Да, замечательно. Ирина, скажите, пожалуйста, для тех, кто вдруг вот сейчас, глядя на вас, вдохновится и скажет, так я тоже так могу, я тоже так хочу. Да мне же это, наверное, по силам. Себя ведь надо, наверное, подготовить каким-то образом. Не только просто любить, посмотреть на львов в Африке и сказать, а я мейн-кунов разводить буду. Дело в том, что это великий труд. Я всем объясняю, кто, допустим, решился, кто захотел. Да, вот как вы говорите, а я хочу, я тоже буду заниматься. Дело в том, что надо быть готовым, что это труд. Понимаете, самоотдача тут идет огромная. Это нет выходных, это надо понимать. Что горшки никто не отменял, да, за животными надо убирать, за животными надо ухаживать, о них надо заботиться. Те же самые роды предполагаются, что вы будете рядом и будете помогать. Потому что, как и у всего живого на земле, может быть любая причина, неважно, от нас независящая, да, и нужна будет ваша именно помощь, да, отрезать ту же пуповину, да, обтереть котеночка, согреть его, потому что может пойти другой, мама отвлекется, и надо будет заниматься этим котенком, подсадить его к сосочку, чтобы он сосал. То есть вот это вот, кто боится крови, то, значит, вообще уже не надо этим даже заниматься, потому что отрезать пуповину – это непросто на первых порах, когда вы только начинаете этим заниматься. Ну, потом, конечно, сейчас мы уже занимаемся, я занимаюсь этим 10 лет, как бы у меня уже все отлажено спокойно, и как бы как по часам. То есть если человек готов пожертвовать, допустим, своим отпуском, да, он будет не такой долгий, как бы нам уже хотелось, да, потому что если даже бывает какой-то там, допустим, если отпуск – это 3-4 дня, не более, потому что у вас будет болеть сердце, а как же там мои пушистики, а как же там все происходит. Есть на кого оставить у вас? Конечно, у меня помогает, мне помогает дочь старшая, очень помогает, да. Она молодец, как бы и рекламу питомника, это все на ней, да. Все эти инновации, новые технологии – это все молодым дорога. Так, а сейчас скажите, пожалуйста, вот если бы не мейн-куны, вы бы выбрали для себя вот такую роль? Или все-таки… Вы знаете, я животными занимаюсь всегда, не было ни одного дня, чтобы у меня не было животного. Ну, изначально в детстве нам, конечно, родители дарят что-то простое, да. Потом я в сознательном возрасте уже завела себе персов, вы помните, была очень популярна порода. Ну, я вам честно скажу, краше мейн-куна для меня нет. Это мое. У меня муж очень хорошо меня… Ооо! Да, муж понимает, помогает, я очень ему благодарна. Хотя это было не сразу, но тем не менее… Уговорить пришлось. Да, он проникся. Дело в том, что мы держали же персов, и он видит, что это совсем другое. То есть мы видели много пород, много кошек, но вот мейн-кун – это совершенно другое. Я очень люблю игру обнимашки, целовашки, я ее называю. То есть с ними со всеми перецеловались? Да, конечно. То есть чтобы взять маленького теленочка, это вот маленький кот, ему еще всего 9 месяцев, это мой сладкий рыжик. Что-то как-то не похоже. Да, он уже… Мейн-куны развиваются очень долго, то есть это до полутора лет мейн-кун считается котенком. То есть мне в любой момент хочется его взять, потискать, обниматься, целоваться. А кошки, вы знаете, когда ты ляжешь на диван, смотреть телевизор и еще что-либо, они сразу все себе любят делать вот так массажи. Так, штучки 22, 23, 4. Что интересно у кошачьих, у них, как у львов, прайдовая, то есть есть вожак. Вот здесь стадо получается полностью… Оно руководится… Формировано? Да, изнутри. То есть есть вожак, мега-царь. Это он? Это он, да. Дальше у нас был другой, но его дедушку мы уже отправили на пенсию, то есть мейн-куны еще надо… Любую породу надо вовремя отправлять на пенсию. Вот, чтобы было плодовитое потомство, чтобы было сильное потомство, не надо это затягивать до старых седых волос. То есть это должно быть все вовремя сделано. Это ваша любовь на всю жизнь получается? Это даже не то, что любовь, это моя жизнь, понимаете? Я не могу больше без этого жить. Я не представляю себя без кошек, понимаете? Не представляю. Я вообще, как бы, мне кажется, вот эта вот незримая нить, да, между нами и животными дает очень много человеку. Это нисколько, знаете, мы им даем. Мы просто должны им быть благодарны за то, что они дают нам. Идем за городом. И вот такое вот счастье вместе с кошками. И спокойствие, наверное. Спокойствие, да, дело в том, что жизнь за городом, она совсем другая. Ребята, тут как красиво сходит солнце. Да, и сидеть на фоне этого восхода или заката вот такой ушастый, с такими кисточками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова